МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Постоянно мониторить цены на лекарства в аптеках и не допустить необоснованного повышения их стоимости потребовал председатель правительства республики. Главнее всего – погода в доме. Сотрудники Минтруда проверили тепло в домах подопечных Центра соцобслуживания в Дербенском районе. Мы любим пророка Мухаммада. Под таким лозунгом в поселке Ленинкент прошел велопробег, в котором приняли участие как взрослые, так и дети. Власти Дагестана усилят контроль за ценами на медикаменты в аптеках республики. Премьер-министр Дагестана Артем Сдунов распорядился на постоянной основе проводить мониторинг цен на аптечные лекарства. По его мнению, контролировать цены необходимо не только в государственных аптеках, но и во всей аптечной сети, привлекая волонтеров. По данным Минздрава, на сегодняшний день цены в аптеках не завышены. Более того, проводится соответствующий мониторинг. Тепло проверили в домах подопечных центра СОС обслуживания в Дербенском районе. Готовность к отопительному сезону и исправность оборудования оценили сотрудники Минтруда совместно с представителями Газпром газораспределения. Подробности рейда в следующем сюжете. Обогреватели низкого качества и с нарушением установки. С наступлением холодов чаще в малоимущих семьях Дагестана появляются дешевые теплоприборы, которые нередко приводят к трагическим последствиям. Факты неправильной установки и обогреватели сомнительного качества были обнаружены в ряде домов подопечных центра СОС обслуживания. Выявлен отопительный прибор, не сертифицированный. Во-первых. Во-вторых, проведено широкими трубами, пластиками, которые запрещены. Их надо менять. И надо менять тоже рукава, которые на этой печке. Но это недоделки кое-какие сейчас сделаны. Но придется менять трубы. Без обслуживания внутридомового газового оборудования живут и пожилые супруги Гончаровы. По словам специалистов газовой компании, доступ к отопительному котлу ограничен. Отсутствует вентиляция, конструкция мешает провести профилактические работы. До наступления холодов хозяева дома обещали самостоятельно разобрать коробку. По газовике на бесплатной основе проведут обследование и ремонтные работы. Муж с женой таким гостям в доме всегда рады. И несмотря на множество выявленных проблем, зазывают их в гости с улыбкой на лице. Спасибо, что пришли. Проходите, заходите на чай все. Как говорится, посидим. И еще поговорим. Одной из многодетных семей, руководитель Центра соцобслуживания района, пообещал провести ремонт и полную замену труб за свой счет. Такие рейды будут проводиться регулярно, ведь подопечные Центра соцобслуживания – это та категория граждан, которая особенно нуждается во внимании, считают Минтруде Дагестана. К сожалению, ежегодно из-за неисправности отопительных приборов довольно часто происходят трагедии. И наша категория граждан относится к наиболее уязвимой в этом плане. Поэтому Министерство труда совместно с работниками «Газпрома» проводит профилактическую работу по устранению нарушений. Кроме профилактической работы, по словам министра, в скором времени в многодетных малоимущих семьях бесплатно будут установлены противопожарные системы. Хадижа Курбанова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербенский район. Дагестан получит 235 миллионов рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда». Так, в детсадах и школах республики будут созданы условия для того, чтобы дети-инвалиды могли получить качественное образование. Программа охватит мероприятия по поддержке учреждения спортивной направленности по адаптивной физкультуре и спорту. Всего планируется оборудовать 170 объектов, соцзащиты, занятости, здравоохранения, культуры и не только. На выделенные средства приобретут 11 единиц транспорта для адаптивной перевозки маломобильных граждан. В поселке Ленинкен состоялся велопробег под лозунгом «Мы любим пророка». Десятки людей, взрослые и дети приняли участие в мероприятии. Они проделали путь по главным дорогам населенного пункта. Велопробег провели в честь месяца Рабиуля-Валь, в котором родился пророк. В рамках акции участникам пробега раздали книги от благотворительного фонда «Инсан» «Избранные эпизоды из жизни пророка». Организаторами велопробега выступили общественные организации «Молодежь Урива» и Ленинкента совместно с духовенством поселка. Конечно, то, что всех нас, и молодых, и взрослых сегодня объединило, это любовь к нашему пророку Мухаммаду, саллилаллаху алейхи васалям, просим Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах нас и в День Великого Суда собрал под знаменем Ливаул Хамдам, нашего любимого пророка, саллилаллаху алейхи васалям. Всем мира, добра и благополучия. И о спорте. Двое дагестанских спортсменов стали обладателями золотых наград чемпионата мира по боевому самбо, прошедшего с 5 по 8 ноября в Сербии. Состязания ведущих самбистов планеты в этом году прошли без зрителей. В спор за медали вступили порядка 400 атлетов из 30 стран. Накануне в заключительный день турнира вне конкуренции был Султан Алиев. В финале турнира воспитанник Махачкаринской школы единоборств досрочно одолел самбиста из Франции Луиса Лаурена. Эта победа стала для Алиева второй на чемпионате мира. Напомним, что в стартовый день соревнований на первую ступень в виде сталов забрался Мухтар Гамзаев. Подопечный Расулы Изайнулава Гасанхановых, так же, как и его партнер по команде, выиграл чемпионат мира во второй раз. Золотые медали дагестанских самбистов помогли сборной России завоевать первое место в общем зачете, впереди в команды Украины и Узбекистана. А дагестанские регбистки завоевали золотые медали студенческого чемпионата России. Соревнования проходили в эти выходные в Казани. В столице Татарстана подопечные Магомеда Гаджимагомедова представляли Дагоспедуниверситет. На предварительной стадии регбистки дагестанского вуза выиграли 4 встречи с общим зачетом 142-5. Поочередно были разгромлены студентки из Йошкар-Алы, Казани, Пскова и Краснодара. В финале сборная ДГПУ взяла верх над представительницами Кирмского госуниверситета. Чемпионат России среди студенток-девушек проводился впервые в истории, а лучшим игроком этого турнира была признана дагестанка Фаиза Хидирова. Ислам Махачев в своем инстаграм заявил о том, что не будет драться с Рафаэлем Дос-Аньосом. Причина – инфекция, которую подхватил боец. О происхождении инфекции не сообщается. Легковес UFC лишь подчеркнул, что это заболевание его выведет из строя минимум на месяц. Напомним, поединок должен был состояться уже в эту субботу, 14 ноября, в Лас-Вегасе. До этого бой также был перенесен по причине обнаружения у бразильского бойца коронавируса. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин